Здравствуйте, я доктор Амина, добро пожаловать на мой канал, где обычно я просто честный по существу, говорю об актуальных вопросах дерматологии, косметологии и трихологии. Друзья, постоянные зрители моего канала и читатели моего инстаграм знают о том, что я создала три видеоруководства по теме выпадения волос. Почему три, а не одно общее для всех, у кого выпадают волосы? Потому что выпадение волос это симптом, за которым стоят различные диагнозы. В случае, если волосы выпадают и при этом кожа головы не превращается в рубец, фигурируют три диагноза. Диффузная телогеновая аллопеция, она же телогены флувиум, андрогензависимая аллопеция и третий диагноз – гнездная аллопеция. Это три варианта самых распространенных аллопеций, и каждый из этих диагнозов требует своего подхода и своего лечения. К сожалению, не все так просто, как кажется. Если создать одно общее руководство, это будет очень много гигабайтов информации, и причем большая часть этой информации будет ненужной конкретному человеку, потому что ему интересен только его диагноз. А два других, о которых рассказывают параллельно, ему не нужны. И здесь возникает вопрос, а как же определить, с каким видом аллопеции мы имеем дело? Самостоятельно это сделать невозможно. Для этого потребуется трихолог, который проведет осмотр и как минимум выполнит трихоскопическое исследование. И разделение видеоруководства на три части как раз и стимулирует вас не заниматься самолечением, а обращаться за профессиональной медицинской помощью. И только в том случае, если желаемый результат не удается получить в ходе длительной терапии, видеоруководства помогут выстроить алгоритм взаимодействия со специалистами различных профессий и разобраться в проблеме. Но в этом видео я хочу объяснить разницу между тремя самыми распространенными нерубцовыми аллопециями, чтобы в общих чертах объяснить, почему маски из лука и мезотерапия в салоне красоты это не решение проблемы. Итак, важно осознать, что понятия выпадения волос и облысения не являются равнозначными. Выпадение волос это процесс, а аллопеция, то есть облысение или поредение волос, это результат того, что выпадающие волосы не замещаются новыми. При этом выпадение волос не гарантирует облысения. Волосы могут выпадать, но при этом объем прически может сохраняться. И это бывает даже по физиологическим причинам. Например, волосы могут выпадать сезонно, происходит смена волос, объем прически при этом сохраняется, а само выпадение волос не длится дольше трех месяцев. Такое выпадение волос не требует лечения. Это норма. Об этом я уже снимала ролики, правда, снимала давно, а с тех пор, конечно, много воды утекло, но в физиологии человека ничего не изменилось, и эта информация по-прежнему является актуальной. И наоборот, при явно уменьшающейся густоте волос можно вообще не замечать, как эти волосы выпадают. Это парадоксальная трихологическая уловка. Интенсивное выпадение волос далеко не всегда говорит о грядущем облысении. Даже если за довольно короткий промежуток времени мы замечаем значительное уменьшение объема прически. Понимание этой ситуации должно принести психологическое облегчение, потому что с психологической точки зрения тяжелее всего переносится не облысение, а именно выпадение волос. И чем больше волос мы видим в ванной при мытье или на расческе, тем тяжелее наше эмоциональное состояние. Но как раз в том случае, когда начало острое, когда волос выпадают очень много, вот прям пучками они выпадают, это прогностически благоприятно. Гораздо хуже в прогностическом отношении, когда человек постепенно облысел, а того, как эти волосы десятилетиями выпадали, никто и не видел. И это действительно так. Это может показаться странным, но как трихологу мне всегда спокойнее иметь дело с острым, интенсивным выпадением волос, чем с каким-то вялотекущим процессом, которым мы уже лет 20. Потому что даже если волосы после периода интенсивного выпадения не хотят восстанавливаться, с помощью медикаментозной поддержки этот вопрос все же можно решить. Разберемся с каждым конкретным диагнозом. При андрогензависимой аллопеции, как у мужчин, так и у женщин, на первый план выходит не столько интенсивность выпадения волос, сколько поредение волос, уменьшение объема прически, расширение пробора и смещение линии роста волос назад. Как правило, пациенты не видят интенсивного выпадения волос. Смысл этого состояния заключается в том, что под действием гормонов андрогенов и при повышенной чувствительности фолликулок андрогена волос выпадает и каждый последующий волос растет короче и тоньше предыдущего. При этом еще и сокращается продолжительность жизни волоса. Само выпадение при этом монотонное. Один-два волоса при потягивании. Это картина, которую мы видим в 90% случаев андрогензависимых аллопеций. И в этом как раз и коварство проблемы, потому что она может существовать годами, но пока человек не потеряет приблизительно 30% объема волос, пока не заметит зону разреженных волос в обнотеменной зоне, он на это не обратит внимания, а пройдет уже несколько лет. И по данным статистики, если прошло более 5 лет, терапия уже малоэффективна, потому что фолликул уже запустел. Но кроме пересадки волос и миноксидила, существует достаточное количество наружных и системных препаратов, которые могут как минимум помочь сохранить объем прически. И о них я как раз рассказываю в руководстве по теме андрогензависимых аллопеций у женщин и мужчин. При классической гнездной аллопеции волосы могут выпадать очагами. Тогда это будет называться очаговой аллопецией. Полностью по всей голове это называется тотальная аллопеция. Или выпасть могут не только волосы на голове, но и брови, ресницы и даже волосы на всем теле. Вот такой полный процесс облысения называется универсальной аллопецией. И важно отметить, что эти формы не отражают динамику, они лишь описывают степень потери волос. То есть если появляется очаг или два очага, это не значит, что человек облысеет полностью. Этот процесс принципиально отличается от облысения на фоне лучевой болезни. Там процесс облысения происходит буквально молниеносно, в считанные часы. Здесь же нужно время. Также у гнездной аллопеции существуют варианты интенсивного поредения волос, когда очагового или полного облысения нет. Гнездная аллопеция, кстати, имеет аутоиммунную природу. То есть человек лысеет из-за того, что иммунная система воспринимает его волосяные фолликулы как чужеродный материал и отторгает, избавляется от них. Все это звучит и кажется очень страшным. Но на самом деле, по данным многочисленных исследований, после первого эпизода в 75% случаев полное восстановление объема прически происходит в течение пяти лет без каких-либо вмешательств. Конечно, существуют терапевтические подходы, которые, к сожалению, не в 100% случаев успешны, но все же они могут давать некоторые результаты. Сложности оценки эффективности этих терапевтических подходов как раз и кроются в том, что мы точно не знаем, благодаря чему волосы отрастают, благодаря нашей терапии или благодаря тому, что просто пришло время. Но все современные подходы к терапии гнездного процесса описаны в видеоруководстве по гнездной аллопеции. Внезапное, интенсивное выпадение волос – это больше характеристика диффузной, телогеновой, а не гнездной аллопеции. Гнездная аллопеция – это намного более редкая, кстати, история, чем диффузная. Диффузное, то есть выпадение волос по всей голове – это состояние с острым началом, которое происходит после какого-то стрессового состояния. Да, не у всех, но у предрасположенных лиц это возможно. Например, после наркоза, после тяжелой инфекции, после тяжелой кровопотери, после родов и так далее. Такой острый диффузный процесс проходит сам. Главное в этой ситуации – восстановить сам организм. Волосы прекращают выпадать, и объем прически восстанавливается без какого-либо вмешательства, если восстановился сам организм. Именно этим обстоятельством и злоупотребляют недобросовестные специалисты. Они прекрасно знают, что восстановление объема прически произойдет и без их участия. Однако они все равно предлагают разные дорогостоящие методы терапии – плазмолипсит, гнезотерапию, озонотерапию и так далее. И пациент прекращение выпадения волос связывает не с физиологией, а с той терапией, которую ему проводит рихолог или косметолог. Нужно было просто подождать. А в момент ожидания, как я уже говорила, заниматься восстановлением организма, приведением в порядок показателей здоровья. А если инъекционные методы не помогают, пациент думает, что виноваты именно инъекции в кожу головы. Потому что правила последней руки никто не отменял. Кто последний прикоснулся к голове, тот и виноват. Но если состояние диффузное, хроническое, нужно копать глубоко, обследоваться. Есть перечень анализов, которые может пролить свет на причину. Для этого состояния также есть своя наружная терапия, которая имеет свои точки приложения, может влиять на фазу роста волос. В руководствах я немало внимания уделяю дифференциальной диагностике этих состояний. Подробно рассказываю о различиях в трихоскопии, трихограмме. Поэтому и врачам это вполне может быть интересно. Ссылки на видеоруководство я оставлю в закрепленном комментарии под этим видео. Эти видеоруководства основываются на принципах доказательной медицины и помогают пациентам и врачам, возможно, разобраться в вопросе, правильно сдавать анализы, правильно применять наружные средства и держать ситуацию под контролем. Но помните, диагноз и живая консультация специалиста всегда первичны. Надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. Если да, не забудьте поставить лайк. И помните, что лайк – это виртуальный и абсолютно бесплатный эквивалент слова «спасибо». Подписывайтесь на канал, если вы еще не успели этого сделать. Нажимайте на колокольчик, чтобы регулярно получать уведомления о новых выпусках. Не забудьте подписаться на мой инстаграм, где я регулярно публикую проверенную научную информацию, которая касается красоты и здоровья. А на сегодня у меня все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok